Книга Бытие, двадцать пятая глава. И взял Авраам еще жену именем Хеттуру. Она родила ему Зимрана, Иокшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха. Иокшан родил Шеву и Дедана. Сыны Дедана были Ашурим, Летушим и Леюмим. Сыны Мадиана, Ефа, Ефер, Ханох, Авида и Елгдага. Все сии сыны Хеттуры. И отдал Авраам все, что было у него Исааку. А сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки. И отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет. Искончался Авраам и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил сыновья его в пещере Махпеле на поле Ефрона сына Цохара Хеттиянина, которое против Мамре, на поле, который Авраам приобрел от сынов Хетовых. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Беер-Лахае-Рои. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которого родила Аврааму и Агарь, египтянка, служанка Саррина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов Наваеоф, за ним Кедар, Адбеэл, Мивсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фема, Етур, Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их, в селениях их, в ковчевьях их, это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было сто тридцать семь лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что перед Египтом, как идешь к Ассирии. Они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила, Арамьянина, из Месопотамии, сестру Лавана Арамьянина. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ревека жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, два племени во чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою свою запятую Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был шестидесяти лет, когда они родились. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый и сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От этого дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство.